МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди противников Назарбаева часто звучит, что надо назначить день Х, когда люди выйдут на массовые митинги и приведут режим к падению. Власти сами назначили день своего краха на 10 января. На парламентские выборы не допущена ни одна оппозиционная партия. Движения ДВК и КОЩЕ объявлены вне закона, потому что они не подчиняются Назарбаеву. Но настоящая оппозиция вступит в зарегистрированную партию и сорвет планы Нуратана по фальсификации выборов. Все шесть зарегистрированных партий финансируются и управляются окружением Назарбаева. Зарегистрировать независимую от властей партию невозможно. В прошлом году фальшивые выборы наглядно показали, что Елбасы никуда не ушел. Он усадил Токаева в кресло президента по своей привычной схеме фальсификаций. После президентских выборов Амиржан Касанов стал символом народного предателя. Во время агитации он изображал оппозиционера, но первым поздравил Токаева с победой на выборах еще до оглашения официальных результатов. В течение года администрация Токаева пыталась продвинуть новую лояльную к себе партию. Требовалось встряхнуть бездыханный мажелис. Но люди поняли, что Мамайка, Жалиева и Оян Казахстан такие же марионетки режима, как и Касанов. Их хотели использовать, чтобы постановка выборов выглядела правдоподобной. Народ не поверил в ложь подставных оппозиционеров и регистрировать их не было никакого смысла. На парламентские выборы пойдут политические трупы старых партий. Все шесть подчиняются Назарбаеву. Как вы видите, в парламенте страны все три партии, это Назарбаевские партии, две партии изображают, что они якобы автономные, независимые. На самом деле эти партии полностью являются отделами партии Нуратан. Ну а Нуратан это не партия, это вывеска. Вывеска одного человека. Лидер ДВК Мухтар Блязов озвучил план действий, в котором описал, как любой представитель оппозиции сможет принять участие в парламентских выборах. Для этого необходимо действовать по принципу умного голосования. Мы предлагаем действовать. Вот представьте себе, что все вступают в партию ОСДП, в партию на бумаге. Это так называемые умные голосования. Партия ОСДП выполняет роль Косанова. Она якобы оппозиционная, якобы она борется против режима. Ну и отлично. Значит она должна как бы эту роль исполнять. Критиковать режим, говорить, что свободу политическим заключенным. Эта партия должна говорить шалкет. И таким образом привлекать на свою сторону именно тех граждан, которые против Нуратана, против действующей власти. Голосовать по умному это значит вместе выбирать одного кандидата, чтобы снести монополию Нуратана. Голосуя за одну партию, конкретно ОСДП, мы не позволим партии власти нарисовать более 75% голосов. Если мы организованно проголосуем за ОСДП и наберем больше 50%, то Назарбаев не сможет единолично принимать законы без участия других партий. Так мы подорвем его авторитет. Даже давление на бюджетников и работников промышленных предприятий, которыми владеет Назарбаев через подставных лиц, как Миттал или Машкевич, не поможет Нуратану набрать большинство в парламенте. Перевес в голосах заставит режим организовать массовую фальсификацию. В этот момент активисты на чеку, чтобы схватить нарушителей за руку и признать выборы недействительными. Так мы выведем на массовый протест тысячи возмущенных избирателей и добьемся смены воровского режима Назарбаева. Итак, чтобы на выборах взять власть в свои руки, мы вступаем в ОСДП, голосуем за них и забираем голоса у Нуратана. Режим Назарбаева будет фальсифицировать результаты, и каждый обманутый избиратель сможет защитить свой выбор на площадях. У партии нет причин отказать во вступлении, если вам исполнилось 18 лет, вы гражданин Казахстана и согласны с программой. Вас обязаны будут принять, ведь ее устав гласит, что деятельность партии основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности, а членство в партии – индивидуальное, добровольное и фиксированное. Руководство только радо новым членам, так что смело читайте программу и заполняйте заявления. Это наш шанс повлиять на политику в стране. В сентябре этого года умное голосование помогло избирателям России на федеральных выборах сдвинуть партию Путина с позиции большинства. Есть простое решение, чтобы вырваться уже наконец из бесконечного самовоспроизводящегося цикла, где единоросс покупает себе место в Думе, потом обирает и грабит вас, а на награбленное еще раз покупает себе место в Думе. Умное голосование. В ряде регионов Единая Россия потеряла множество мандатов. В городских думах Томска и Тамбова партия власти лишилась большинства. Серьезно нарушена позиция власти в Новосибирске, третьем по населению в городе России. Благодаря умному голосованию Путин не смог поставить в региональных парламентах своих людей и 141 человек из народа получил депутатский мандат. Именно благодаря умному голосованию в 2018 году Сергей Фургал опередил единоросса Шпорта и стал губернатором края. Мы так же, как и россияне, можем дать отпор партии власти на выборах. Мы, как и кыргызстанцы, будем отстаивать свои голоса на площадях и требовать отставки диктатора. День фальшивых выборов мы сделаем днем общенародного протеста. А партию власти сделаем партией народа. Учителя хорошо знают, что если обещают поднять зарплату, значит скоро выборы. Правительство с легкостью манипулирует бюджетными работниками, которые получают мизерные зарплаты. Именно учителей принуждают вбрасывать поддельные бюллетни, помогая Назарбаеву удерживать власть десятилетиями. Именно учителя составляют основную численность в партии Нуратан. В их силах прервать порочный круг фальшивых выборов. Назарбаев использует учителей на всех выборах. В стране около 500 тысяч учителей и преподавателей. По сути, это безвольные исполнители указаний руководства. Слушайте, на местах учителя разваливается все, что угодно. Выборы проводят учителя, агитации ведут учителя. Что-нибудь надо сделать от учителя. За это никто не платит им. Работники сферы образования регулярно слышат обещания прибавки к зарплате. Так было накануне выборов 9 июня 2019-го. И на посту президента Токаев продолжил задабривать свой основной электорат и пособников по фальсификациям. Прекращается порочная практика, когда местные акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, задействуя преподавателей в административных целях, разного рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к системе образования. Я поручаю правительству принять срочные, можно сказать, кардинальные меры по решению указанных проблем. Токаев пообещал поднять зарплаты вдвое, но не скоро, а постепенно, в течение четырех лет. Даже первых обещанных доплат учителя не получили. И даже ежемесячные зарплаты приходят со стабильной задержкой. Педагоги из Шимкента не надеются на токаевские надбавки. Они стремятся избавиться от незаконных поборов в своих школах. Работников школ заставляют сдавать деньги на все – шторы, подписки на газеты и учебники. Педагоги Учителям из своего кармана приходится оплачивать день рождения директора и даже взятку санэпидемслужбе. Учителей заставляли регистрироваться в партии для голосования за кандидатов. Учителей заставляют собирать персональную информацию о родителях учеников и сообщать в полицию о несогласных с властями. Режим пытается сделать из педагогов подразделение КНБ, чтобы подавить любые протестные настроения. Но учитель не шпион. Это профессионал, который взращивает интеллект народа, вместо того, чтобы ждать подачки от Назарбаева. Присоединяйтесь ко всенародному протесту против Назарбаевского режима. Освободите себя от неоплачиваемой работы на Нуратан и помогите освободить страну. Вместо мифических прибавок к зарплате получите 10 тысяч долларов за смену режима на победном митинге. От вас зависит будущее страны. Далее выберите вашу платежную систему. Вам доступны платежи через карты Visa, MasterCard, а также Яндекс.Деньги, WebMoney, Bitcoin и многие другие. Оставьте свою электронную почту и перейдите к оплате. Готово. Не беспокойтесь. Ваши личные данные останутся в безопасности. А ваше пожертвование поможет каналу 1612 продолжать информационную борьбу против режима Назарбаева. После выборов 10 января народ выйдет на митинг против фальсификаций. Для свержения диктатуры нужно, чтобы десятки тысяч активистов вышли на протест. Действуйте, и вы поймете, что все большое начинается с малого. Эффективнее всего проходить этот путь с группой единомышленников. Поэтому мы говорим о необходимости ячеек. Наша цель – создание тысячи активных групп, которые выступят на митинги большой сплоченной силой. Когда сотни ячеек одновременно пройдут по улицам, силовики не смогут остановить такой локомотив. Они будут вынуждены перейти на сторону протестующих. Мы должны не просто вывести людей на митинг. Мы должны победить этот режим. А победить этот режим можно только тогда, когда мы организованы. Когда существует ядро в каждом городе, минимум по 5000 человек, именно тех, которые поведут протестующих к охорде, именно те, которые не допустят никакого хаоса. Как, собственно, это происходит в Хабаровске, когда там вышло 100 тысяч человек. Все очень сильно, хорошо организовано. Люди подготовлены, знают, что требовать. И в этом смысле именно для этого нужны организаторы, нужны ячейки. Ячейки нужны по всей стране. Каждый день я провожу огромное количество встреч с нашими сторонниками. Я объяснял, что такое ячейки. Я еще раз хочу повторить. Это минимум 5 человек из ваших близких, доверенных людей, которым вы доверяете, что они вас не предадут. В эти ячейки не могут заходить посторонние. Вы не должны обращаться к посторонним, чтобы вас включили в эту ячейку. Это ни в коем случае нельзя делать. И когда вы организуете такую ячейку из 5 человек, вы обращаетесь в штаб Киева. Затем получаете ссылку, которую вам присылает наш штаб. Вы можете все 5 человек находиться в своих квартирах и разговаривать по виде связи со мной и со штабом. Мы с вами вместе будем организовывать разные действия, которые приведут к тому, что именно в день, когда произойдет митинг, мы выведем тысячи и десятки тысяч людей. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16.12. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok